Третий год подряд Министерство образования Московской области проводит семинары, темой которых стала защита информации в рамках федеральных законов о защите персональных данных. Аудитория семинара подведомственное Минобразование Московской области образовательного учреждения. Представители из почти полсотни средних учебных образовательных учреждений, шести вузов и двух десятков детских домов и коррекционных школ приняли участие в семинаре этого года, который состоялся на площадке профессионального колледжа Московия. Главная задача мероприятия – обмен опытом специалистов, связанных с защитой информации и персональных данных. Также среди консультантов – представители Роскомнадзора и предприятий, которые занимаются обеспечением подобного типа защиты. Каждый мог получить в качестве раздаточного материала методическую литературу и рекламную продукцию. Это проводится в интересах и задачах, чтобы люди знали о том, что происходит у нас с законодательными актами, что у нас разрабатываются, какие новые программные продукты и технические средства. В рамках импортозамещения это на сегодняшний день очень актуально. Кроме того, Министерство образования внедряет в учебные заведения новые специальности, выпускники которых впоследствии будут заниматься защитой информации в различных масштабах. В учреждениях, городах, государстве. В колледже Московия пока не планируется открыть подобную группу, но в случае потребности аэропорта Домодедова, а основная масса специалистов готовится для этой организации, в числе курсов появится и такой. Руководитель конференции, первый заместитель министра образования Московской области Алексей Анопченко считает важной проблему информационной защищенности, особенно в отношении детей. Сейчас очень актуально стоит вопрос о начале волны детского суицида, которая связана с работой в социальных сетях, создается группа смерти. Наша задача защитить наших детей, предупредить родителей о том, насколько это важно, насколько это может быть опасно для их детей. Подобные конференции будут проводиться и дальше, поскольку проблема с каждым годом становится все масштабнее.